ну что всем привет давайте я сегодня с отчетом я сегодня уже записываю не первое видео вот только записала про виды гвоздетерапии и написала еще про можно ли стоять на гвоздях каждый день вот не знаю какое видео выложу первым возможно те возможно это не знаю конечно с монтажом у меня дикие проблемы вот но я сегодня с отчетом если кто первый раз я каждую неделю пытаюсь записывать отчеты про то как проходят мои практики потому что в этом году я начала практиковать на регулярной основе медитации каждый день и медитируя минимум 30 минут и вчера у меня был сегодня у меня был 103 день представляете я прям молодец вот и что еще интересного что еще интересного по поводу интервального голода еще я на интервальном голоде в этом году для меня достаточно сложная скелза как казалось вначале потому что я вышла на интервал q 18 на 6 и не ем по 16 00 вот и нормально идет был только за этот год сегодня какое число 11 апреля за этот год было только два пропуска это вот после моего дня рождения когда я плохо себя чувствовала не потому что пила просто потому что была депрессия какая-то малюсенькая и потом вот на день рождения мужа мне пришлось все-таки в ресторане поесть прям пришлось потому что я я знала что я буду есть в этот день я специально не стала до придерживаться интервалки потому что мы сидели с друзьями моего мужа они и так немного думают что я странная и мне показалось что я и так не пью и так не курю надо хотя бы есть и ела чуть-чуть про правда я съела вообще немного но все равно это было то есть это было после 8 мне конечно плохо когда ем так поздно у меня начинает болеть и желудок то есть не то что болеть мне какой-то дикий дискомфорт и мне тяжело уснуть вот так что не есть по 16 00 это уже такая прям необходимая привычка потому что по-другому никак вот что еще по моим миссиям за этот год по поводу книги я не читаю никаких книг сейчас идут мастера я полностью ушла в этот курс хотя это вранье потому что последние две недели я смотрю сериал секс большом городе я не смотрю сериалы вообще я не люблю сериалы вот я противник сериалов это наверное один из единственных сериалов которые я смотрела я смотрел секс большом городе смотрела битву престолов вроде это не до конца не до конца не смотрела я не знаю чем закончилась где-то до третьего сезона смотрел еще сериал смотрел с мамой вот этот турецкие про этого как романа который и все вот но это как роман конечно занял во всем мозг очень много моего времени три сериала всего смотрел в жизни ну да все остальные такие были сериала типа из двух из трех серий и все а так чтобы вот эти по сезонам смотреть я прям противник потому что мне кажется что мы начинаем жить чужую жизнь а наша жизнь проходит мимо почему я начала пересматривать секс большом городе я не знаю просто вот мне захотелось посмотреть на этот сериал потому что я смотрела очень давно наверное я последний сезон не смотрела 6 и я смотрела очень давно наверное лет я еще не была замужем точно я вру я еще знаете какой фильм сериал смотрела вот этот который знаете какой сейчас если я вспомню не помню я напишу напишу вам я про вспомнила что я его смотрел 10 лет назад там тоже про унесенные ветром унесенные ветром вот и все если что-то еще вспомню я запишу но вообще их очень мало сериалов которые я смотрел в общем я сейчас смотрю секс большом городе но не читаю книг это конечно очень плохо на самом деле я бы лучше читал книги почему это плохо дело на подумать ужасно целый поступает но прикольный сериал на самом деле интересно что весь сериал крутится на том что они одинокие и относительно каких-то вот они ищут постоянно партнеров и такой мне короче вопрос я же как ну по факту я никогда не искала партнеров потому что 18 лет я начала встречаться с парнем я про встречалась четыре с половиной года потом я начала встречаться своим можем ну и вот встречаюсь и живу дать по сей день вот до 36 лет то есть у меня не было такого момента где я одна идея в поиске но вот в этом фильме так и прямо показывается он прямо лежит на вот прямо как бы основа этого фильма что они постоянно в поиске партнеров вот я у меня конечно вопрос возник неужели все одинокие люди постоянно вот в таком каком состоянии поиска это же ужасно даже прям капец ужасно неужели нельзя быть одному и быть кайфовать от этого вот какой вопрос для тех кто один и я начала примерно собирать в кучу людей рядом со мной у которых нету на данный момент партнера и начинаю понимать что они все в поиске правда они все в поиске почему-то ведь один одному тоже можно быть в охранительных состояниях или нет вот я не знаю или человеку всегда нужен человек человек сюда нужен человек странно но наверное человек сюда нужен человек потому что мы же очень круто зеркалим друг друга и что-то сюда друг другу показываем мы же мы же наверное раз живем ради других людей зачем тебе ламборджини да или рамба ламборгини как правильно говорится если тебя никто не видит в этой машине типа удобно тебе ехать в ней да ни хрена это неудобно это очень низкая машина вот это очень странно ну по факту да значит получать и насколько вероятность того что ты красиво оденешься накрасишься если ты выйдешь на улицу никто там тебя не увидит вот вопрос и насколько это делается для себя вот еще один вопрос возможно правда да мы живем ради другие ну мы живем сто процентов ради других людей без них конечно жизнь станет скучной и невыносимой вот но насколько человек всегда в поиске когда он один и и насколько вот это вот состояние когда ты один когда у тебя нет партнера такое ужасное что такое типа а состояние ожидания какое-то да ну это нафиг вообще так что желаю всем найти вторую половинку шутка делайте что хотите я не знаю я я в этом деле вообще вам не советчик я вот могу рассказать вам сколько можно ли стоять на гвоздях каждый день вот что еще хотелось обсудить по поводу книг все по поводу интервалки сказала по поводу медитации тоже сказала и третья гимнастику периодически делаю периодически не делал но идет процесс вот значит все хорошо еще что произошло за эту неделю были практики было все закаляться пока перестали но походу мы нашли прикольную купель но проект тоже попозже расскажу когда мы туда съездим посмотрим и вам покажу что и начнем собираться собираться в купель и закаляться заново потому что не хватает конечно этих закаливание не хватает вот этой компашки которая приходила захотела в эту ледяную воду уходила потом заряженными глазами и этого конечно не хватает какое-то даже уныние появилась наверное вот только начинаю оценивать и все-таки есть это уныние типа какая-то тоска типа надо надо возвращать это эту привычку вот и по поводу хотелось сказать моего состояния потому что крайний отчет я не знаю загрузил я его или нет потому что он был такой грустный когда я случайно попала к врачу и у меня оказались не очень хорошие анализы и я сдала сейчас я до сих пор жду эти анализы их нет что конечно почему-то последние дни меня даже не тревожит вот но почему наверное не тревожит потому что я сходила к специалисту по психосомантике и начала это прорабатывать этот вопрос со здоровьем потому что все-таки я к телу отношусь как материализованные части нашей психики и конечно же я пошла к специалисту которому я как бы хотела бы верить в это да ну как оказалось когда дело касается тебя когда какой-то сложный диагноз очень тяжело в это верить вот и конечно же очень много вопросов а с какого хера это произошло и почему я тем более я не курю не пью и так сказать закаляюсь и как бы со мной должно быть все прекрасно но это еще раз доказывает что все-таки не взаимосвязано это все курение алкоголь и это это влияет на ваше состояние осознанности сто процентов да и потом конечно же это влияет потому что благодаря этому состоянию во что-то возникает и это все конечно взаимосвязано но напрямую это не влияет как я понимаю сегодня и конечно же в любом случае наше здоровье наше тело это материализованная часть нашей психики и я пошла все специалисты по психосоматике начала разбираться почему такая хрень и почему у меня такие нехорошие анализы вот что выяснилось выяснилось опять таки что вышла та же самая проблема что у меня очень большой затык с пьющими людьми даже с выпившими как оказалось и я уверенно считаю на сегодняшний день что любой выпивший человек он опасен он непредсказуем и алкогольный напиток он меняет сознание человека я не знаю я в этом была уверена всю свою жизнь и думала что все так думают вы так же думаете а этот специалист по психосоматике говорит что нет что бывает люди которые выпивают они адекватные они нормальные и не нужно всех здесь же тоже не черные и не только черные белые да есть еще огромное количество оттенков серого но мне в это очень тяжело поверить и пока это все прорабатывается в моей голове и прошла уже неделя после нашей работы и до сих пор я не могу это поверить у меня не идет процесс для меня все-таки пьяный человек равняется опасность и как это переделать я не знаю дело в том что люди близкие со мной мои родители мои родственники даже мой муж иногда выпивают и я считаю это алкоголизмом вот что конечно я их не мучаю давно хотя я их мучила просила перестать это делать перестать себя травить вот но последние пять лет перестала это делать потому что понимаю что им этого не надо что им комфортнее в своей тревоги в своей тревоге запивать или же закуривать и я не могу с этим ничего сделать могу только показать своим примером вот пока видимо не очень хорошо получается нет почему у меня сестра перестала перестает перестает вот вот многие люди перестали рядом со мной вот это классно вот спасибо вам многие люди но многие нет многие нет но и в этом тоже не моя вина они же на мне что же что-то покажет может когда я проработаю этот момент и пойму что не каждый выпивший это опасный человек он может быть и адекватным они перестанут пить потому что не нужно будет ничего доносить ну вот сегодня вот такой затык у меня и опять я вернулась к теме алкоголизма который преследует меня с детства вот как и наверное многих людей многих детей из 90-х хотя я не могу сказать что мои родители выпивали до сильно но очень много было рядом со мной людей которые болели алкоголизмом вот вот такие вот затыки были за это время что еще интересного произошло да вроде больше ничего я верю в психосоматику честно иногда мне очень тяжело потому что я человек в уме и я конечно скептик когда у меня нет прямых доказательств мне очень тяжело но я бы я очень хочу в это верить и то что мне наговорил этот специалист у меня вызывает дикое сопротивление но где-то в глубине души я понимаю что она попадает прямо в точку и она попадает она возвращает меня опять в это мое детство вот аж прямо эмоция поднялась у меня заметили и и прям видите хорошо записывать такие видео можно проработать прорабатываться таким образом сам себе психолог называется вот ну что так что вот у меня еще есть вот такая книга взрослые дети алкоголиков классная книга офигительная если у вас были рядом вы жили с алкоголиками тесно были взаимосвязаны не только с алкоголиками и с наркоманами и с игроманами людьми которые были зависимы то пожалуйста вот прочитать эту книгу и станет все намного проще эта книга перед тем как пойти на эти 12 шагов но если уже захочется идите на 12 шагов но это так конечно не простой шаг я вот периодически и отрыва открываю читаю что-то вспоминаю что-то есть какие-то моменты и даже мечтаю это прочитать на ютюбе для тех кому лень читать чтобы смогли послушать вот потому что верю в эту книгу что еще вроде все вроде все всем спасибо за просмотр делитесь пишите а мне о себе хочется быть открытым хочется быть максимально открытым из-за этого все делается мне кажется в этом есть очень большой рост особенно для меня вот вот так вот так что всех обнимаю